Когда мы провели такой теоретический анализ, перед нами возникает вопрос. Те отношения, которые мы наблюдаем между двумя конкретными людьми. Хорошо, если мы соцсутники и умеем определять их типы, мы можем просто их посчитать по таблице. Но можем ли мы каким-то образом предположить характеристики этих отношений, не зная типов, просто описывая взаимодействие этих людей? И здесь есть два таких момента. Один момент для нас радостный, что интертипные отношения узнаваемы. То есть характеристики этих взаимодействий совпадают независимо от того, какие типы у нас взаимодействуют. То есть если мы говорим, что в отношении дуальности у нас происходит взаимная помощь, поддержка, нам легко вести совместную деятельность, то это происходит в любой ситуации, независимо от того, какие у нас типы взаимодействуют, какую дуальную диаду мы рассматриваем. Но в зависимости от того, какую дуальную диаду мы рассматриваем, вот эта взаимопомощь и поддержка, они будут проявляться в разных информационных аспектах. И вторая сложность. Это сложность, связанная с тем, что у нас все-таки типов 16. И вторая сложность, связанная с тем, что у нас люди реальные. Поэтому отношения между реальными людьми, они могут быть очень сложными, потому что на них налагается, на эту картину интертипных налагает свои детали, вообще история взаимодействия этих двух конкретных людей. Поэтому, анализируя интертипные отношения, вы должны вычленить именно информационную, вот эту вот типную характеристику и попытаться абстрагироваться от тех конкретных историй, в которых эти отношения развиваются. Итак, я сейчас буквально несколько слов о некоторых отношениях, ну так, с высоты птичьего полета, отношения мельком, но тем не менее это главные характеристики. Вот дуальность — это такое специальное отношение, которое даёт очень большие возможности построить хорошее отношение. И, грубо говоря, дуалам труднее поссориться. Но они тоже ссорятся, дуальные семьи бывают, разводятся. Почему? За счёт чего? Потому что у людей вообще, кроме типных, есть какие-то свои личные устремления, потребности и так далее. Но тем не менее, если мы посмотрим на характер развития реальных отношений двух дуалов, то мы понимаем, что конфликт поддерживать им очень сложно. Даже если они поссорились, им трудно находиться в этой ситуации ссоры. Даже если к примирению стремится только одна из сторон, второе очень трудно не пойти на встречный, не проявить встречную инициативу. То есть дуальные отношения, когда мы их наблюдаем извне, они почти всегда характеризуются таким взаимным доверием и ощущением внутреннего расслабления партнёра. Вы специально нашим слушателям на этом практическом курсе демонстрировали из фильма развитие дуальных отношений в дяде, к которой ни один из слушателей не принадлежал, в чужой дяде. Так вот интересно, что извне это выглядело очень странно. Причём каждый описывал эту историю по-своему. Но когда я попросила их охарактеризовать внутреннее состояние партнёров, беспокоят ли партнёров те нюансы, на которые обращали внимание слушатели. Воспринимают ли они их как манипуляцию, воспринимают ли они их как стремление достичь своих интересов каким-то одним из партнёров. Оказалось, что вовсе нет. То есть вот это дуальное взаимодействие, оно внутри пары идёт на удивление гладко. Сколь бы странным оно ни казалось извне. И вот соционнику приходится вот об этом помнить, что, как когда-то сказал Григорий Александрович Шульман, не ищи дополняющего в чужой квадре. Взаимодействие психологически имеет сложную характеристику. Но информационно вот эти 16 видов дуальных отношений, они все очень похожи. Отношения потенциального конфликта или конфликтогенные отношения. Несвечайно мы говорим, что это некие два полюса. Дуальность и конфликт, потому что если в дуальности поддержать конфликт трудно, то в конфликтогенных отношениях избежать конфликта трудно. И иногда люди, особенно если это люди взрослые, имеющие большой опыт разного рода взаимодействий с разного рода людьми, они понимают, что пусть подсознательно, без соционики, понимают, что вот те отношения, в которых они сейчас находятся, это вот такого рода отношения, они могут вполне сознательно увеличивать психологическую, служебную, дистанцию общения для того, чтобы не привести эти конфликтогенные отношения, чтобы в них конфликт, собственно, и не развился. То есть они активно могут уклоняться от конфликта. Если мы видим, например, в коллективе, где все на «ты», и вдруг какая-то одна отдельная пара подчеркнута взаимно на «вы» и чуть ли не с расшалкиваниями, то мы достаточно смело можем предположить, что они чувствуют вот это внутреннее напряжение конфликтогенных отношений, и именно таким образом, подчеркнутым соблюдением этикета, политессы и всего остального, стараются удержать эти отношения от сближения. Нет, я имею в виду, когда все на «ты», а тут вот двое, ну как-то уж очень почеркнута, вежливо. Ну, бывают также ситуации, когда эти отношения сложились в семье. Ну, типа же у нас как угодно рождаются, и поэтому такие отношения там могут возникать между зятем и тещей, между свекровью и невесткой. И это очень тяжелая ситуация. Между родителями и детьми еще более тяжелая ситуация. Но когда мы в производственной обстановке наблюдаем это отношение, и люди стараются сознательно смягчить вот этот вот психологический компонент, накал этих отношений, то, от чего они все равно не могут отстроиться, это нарушение прохождения информации в конфликтных отношениях, нарушение понимания. Вот ощущение того, что тебя не понимают, и это непонимание не устраняется в результате обсуждения и объяснения, вот это очень такая яркая характеристика этих отношений. Я уже говорила о том, что суперэго – это такие специальные отношения, в которых хочется учиться, но в которых учиться тяжело. прямо вот эти фразы, они освучиваются разными людьми, вот прямо мы вслух проговариваем, что «О, я так уважаю Александра Ивановича, я у него прямо учусь, он такой решительный человек, настойчивый, а мне этого не хватает», говорит, например, Гексли о Жукове. И мы понимаем, что до тех характеристики там волевой сенсорики, этого волевого напора, которое Гексли бы по своей третьей волевой функции хотела бы в себе развить, они в этом, каком-то там Александре Ивановиче, они очень ярко проявлены. Вот. Но при длительном контакте и при очень интенсивном общении такого рода взаимодействия утомляют, а в дружеских контактах довольно часто случаются пары суперэго. Там очень интересное такое впечатление, что два человека беседуют, при этом каждому удается говорить о своем. Причем в отличие от дуальности, где такая ситуация не мешает поддержанию диалога, в суперэго как раз каждый продолжает вести свой монолог. Эти два потока информации, они практически не пересекаются. В отношениях заказа, контроль и заказ, эти два отношения, которые асимметричны. И вот эту асимметрию, когда мы изучаем взаимодействие в паре людей конкретных, то мы прежде всего можем в асимметричных отношениях углядеть вот эту асимметрию. И когда это у нас контроль, то мы там понимаем, что там контролер прям-таки следит за подконтрольным, заказчик следит за подзаказным. Но в отношениях контроля мы видим, как сильно контролер критикует, подвергает сомнению сильное качество подконтрольного и как быстро подконтрольный от этого устает. И вот эти отношения социального контроля, они очень тяжелы в производственном контакте. Мы призываем всячески ограждать руководителей от таких взаимоотношений в близком кругу, потому что отношения социального контроля, они очень снижают творческую активность, творческий потенциал руководителя. Если такого рода контролер оказывается в близком окружении, ну, например, в позиции референта или секретаря или еще хуже заместителя. И, пожалуй, единственное место, где эти отношения проявляют свой продуктивный потенциал, который мы в первой части обнаружили взаимодействием по блоку эго двух партнеров, это отношения между разумным, мудрым учителем и внимательным учеником, потому что передача опыта и информации в такой паре очень продуктивно, очень полезна для подзаказного, подконтрольного, только если контролер вот эту свою критику сознательно убирает, не выводит ее, не доводит ее до сведения подконтрольного и, наоборот, всячески его там нахваливает и поддерживает, ну, то, что делает разумный учитель. И вот тогда эти отношения могут оказываться очень продуктивными. Об этом, кстати, писала Надежда Прилепская, которая очень активно работает именно со школьниками, что отношения социального контроля вот в такой форме они могут быть очень полезны. Мы говорили уже про квазиторждество и противоположность. Две черты этих отношений именно как клубных это стремление к дискуссиям, обсуждению, спорам. Причем в каждом клубе интонация этого спора, она разная. И в клубе используются одни и те же слова и даже обороты, потому что интерес направлен на одну и ту же сферу человеческой деятельности. И специфика этих отношений, что вот несмотря на общий язык, в них происходит недопонимание. А в производственной ситуации это выглядит так, что каждый раз руководитель должен быть убежден в том, что его поняли. То есть он должен каждый раз дополнительно уточнить, правильно ли его поняли и верные ли выводы сделали из его слов. Значит, миражные отношения. Очень характерная черта миражных отношений это ощущение, что то, что волнует одного партнера, другого просто не представляет никакого интереса. Не то, что кажется там глупым или несерьезным, просто находится совершенно вне сферы внимания. И при том, что это очень такие хорошие для отдыха позитивные отношения, для совместной деятельности именно труда, для производственной ситуации это малопродуктивные отношения именно за счет того, что интересы совершенно разные. активация – это наш источник энергии. Причем интервертные активаторы они тоже друг друга заряжают и активизируют. Может быть, это не так нам заметно, как в экстравертной паре, но вот это внутреннее ощущение того, что ты напитался энергией от того, что пообщался с активатором, оно в любых обстоятельствах возникает. Мы помним, что это отношение внутри квадра – это тот наш ресурс, на который мы опираемся. Но этот праздник иногда может утомлять. И последний раздел моей презентации – методологическая часть. Что нужно для того, чтобы научиться видеть не только типы, но и отношения? Ну, первонаперво, надо помнить, что интертипные отношения – это не только аспект этики отношений. Некоторые люди, осознавая, что белая этика не является их сильной функцией, они говорят, что «а, ну, я не буду про это, я сосредоточусь на типах». Нет-нет, соционика – это не про отношения. Соционика – это проинформационное взаимодействие. Поэтому для того, чтобы научиться понимать, какие перед нами интертипные отношения, нужно прежде всего внимание и умение анализировать. Просто у белых этиков, у тех, у кого этика отношений в блоке эго, у них есть уже от рождения специальный инструмент – язык для описания. А для других типов приходится разрабатывать свои собственные языки для описания интертипных отношений. Итак, как же научиться узнавать интертипные? Прежде всего, нужно научиться анализировать свои собственные реакции во взаимодействиях с разными людьми. У нас в отношениях есть, на самом деле, в отношениях с людьми, у нас есть три разных позиции. У нас есть то, как мы воспринимаем наши отношения с другим человеком. У нас есть то, как эти отношения выглядят со стороны. Если бы мы смогли отстроиться от нашего «я», посмотреть на них сверху. И у нас есть то, что происходит между нами в этих отношениях. И для того, чтобы научиться это анализировать, нужно научиться отстраиваться от собственных эмоций, переживаний и обращать на них внимание. То есть, обращать внимание на то, что контакт с одним человеком настроение улучшается, а контакт с другим человеком вызывает беспокойство. Контакт с третьим человеком вызывает желание спрятаться, вообще не действовать в этом направлении. И пытаться понять причину. То есть, прежде всего, анализировать свои реакции, анализировать. Мы иногда склонны отстраняться от негативных переживаний и уходить от анализа позитивных. Так вот, надо позволить себе переживать негативные реакции, позволить их переживать и потом осознавать. И научиться анализировать позитивные реакции. Не только наслаждаться этим, но и обращать внимание, от чего они возникают, в каких ситуациях они возникают, при контактах с другими людьми они возникают. И пытаться соотнести это с собственным типом. Ну, второе, может быть, скорее первое. Безусловно, с другими людьми надо разговаривать в их отношениях и читать разного рода литературу, как психологическую, так и художественную. И когда мы работаем, особенно когда мы работаем в коллективе, у нас есть такой ресурс, мы можем об отношениях между другими людьми просто спросить. Прежде всего, нужно спрашивать, конечно, экспертных белых этиков. И помнить, что самое точное, самое реалистичное отношение, описание отношений других людей, это у сенсорно-технических экстравертов, у Цезарей. Они по свои отношениям еще могут либо преувеличенно хорошо рассказать, либо драматизировать, но от взаимодействия других людей они оценивают совершенно точно. Гексли, имея такую же белую этику для оценки отношений других людей, просто в силу несколько восторженного собственного типа, они немножко их приукрашивают. Но в целом, если мы имеем описание разных отношений от одного человека этого типа, мы можем себе выстроить эту градацию, тоже достаточно точно. Для того, чтобы получить такую информацию от этикоинклюзивного интроверта, от Достоевского, нужно вначале выстроить с ним доверительные отношения, потому что с малознакомыми людьми, когда мы приходим в качестве консультантов на предприятии, то Достоевский редко открывается перед нами в этой теме. Но когда мы уже имеем такой контакт, то они нам дают очень тонкий, очень точный, очень детальный срез вот этих взаимодействий и когда мы беседуем с этико-сенсорными интровертами, с драйзерами, то тут такая некая специфическая соционическая особенность. Мы должны делать поправку на те интертипные отношения конкретного драйзера, которые возникают с людьми, потому что это такой специальный тип, который очень хорошо чувствует интертипные отношения, и их особенности он привносит в описание любых взаимодействий других людей. Если же мы говорим о тех, у кого этика отношений в блоке, то есть о чёрных этиках, о людях с этикой эмоций, то мы можем сказать, что они довольно правильно описывают эмоциональное состояние, состояние, которое возникает у людей в контакте с друг с другом, но ошибаются в прогнозах. Такая вот особенность. И если мы уже с логиками беседуем, то мы должны понимать, что, например, Жуковы и Дон Кихоты, не знающие соционику, они вообще интертипные отношения не видят, они ошибаются в них, поэтому на их суждение по поводу отношений других людей опираться не стоит, ну, когда мы в коллективе работаем. Можно поговорить на эту тему с Джеком, понимая, что информация будет очень избирательная и специфическая, и почти вам не удастся поговорить на эти темы, особенно если вы не являетесь белым этиком, с Габеном и с Бальзаком. Они с вами с уловерствами поговорят о чём угодно, но не про отношения. Вот на этом, наверное, всё. Я ещё раз приглашу вас в нашу соционическую библиотеку, потому что там есть большой раздел отношений, там есть описание отношений, там есть статипы по поводу отношений, там есть описание взаимодействий, ну, конкретно, например, в отношениях заказов в супружеских парах. И те, кто интересуется этой темой, могут там найти много полезного. Спасибо. Спасибо.